Добрый день всем! Это блок CRM VRP, 1S CRM и модуль 1S CRM для УТ, комплексной автоматизации и ERP. Он единый для всех трех систем. Сегодняшняя наша тема, которую мы с вами рассмотрим, CRM VRP, миф или реальность? Или есть ли жизнь с CRM VRP? В рамках нашего вебинара мы обсудим с вами то, что использование CRM систем является универсальным ключом для повышения конверсии, для улучшения показателей продаж, для мониторинга деятельности менеджеров по продажам и для получения дополнительных визуализированных аналитиков. Мы с вами выясним плюсы и минусы типового функционала CRM VRP, посмотрим вместе основные отличия CRM VRP от 1S CRM и рассмотрим функционал модуля 1S CRM для УТ, комплексной и ERP. CRM, простыми словами, это работа не по памяти, а использование системного подхода, где все процессы настроены автоматически. В конечном итоге CRM поможет вам повысить качество клиентского сервиса, увеличить продажи и улучшить репутацию на рынке в целом. CRM сэкономит время руководителя, так как он тратит существенно меньше времени на контроль за сотрудниками и общим планом продаж. И поможет вам с вашими продажами. Основными возможностями CRM программ, которые не только на платформе 1S, но и у других вендоров, являются фиксация истории взаимоотношений со всеми клиентами, планирование графика и постановка задач на день как менеджерам, так и другим сотрудникам организации, автоматически сформированные онлайн-отчеты в зависимости от заданных параметров или триггеров, интеграция с почтой, соцсетями, смс, e-mail и телефонии, управление финансами и ведение непосредственно нашего клиента от момента проявления его интереса, заканчивая коммерческим предложением и уже договором на оказание услуг и поставку какого-то товара, счетчик стоимости услуг и автоматизация бизнес-процесса. Если мы перейдем к плюсам и минусам типового функционала CRM в ERP, то ключевыми минусами функционала блока CRM в ERP являются отсутствие гибкого и интуитивного управления бизнес-процессами продаж, в ERP отсутствуют удобные армы для работы менеджеров по продажам, к которым они привыкли, возможно, работая в других организациях, и набор форм отчетности, представленный в ERP, существенно уже представленного набора в 1С CRM и модули 1С CRM для ERP. Плюсами же использования непосредственно типового функционала CRM в ERP являются организация единого информпространства без дополнительных интеграций с основной системой и организация сквозных бизнес-процессов, когда, опять-таки, без дополнительных интеграций, без использования нескольких окон с системами у различных сотрудников, они занимаются своей трудодеятельностью в рамках единой программы, не тратя дополнительное время на переходы между программами и совершая меньше ошибок. Перейдем непосредственно к обзору типового функционала 1С ERP, и, в частности, блока CRM и маркетинг. Если мы откроем блок CRM и маркетинг, то основными разделами мы тут увидим NCE-продаж, цены и скидки, CRM, маркетинг, ассортимент, маркетинговые мероприятия и проекты и быстрые функции создания сделки с клиентом и претензии. Однако, по факту, реальная работа непосредственно с блоком CRM в ERP начинается с начальной страницы, с блока взаимодействия и блока «Мои задачи». Для того, чтобы включить соответствующий функционал, необходимо в блоке NCE-администрирования перейти в органайзер и включить все опции, доступные на соответствующей странице. После этого на начальной странице нам будут доступны блоки взаимодействия и «Мои задачи». Непосредственно из блока взаимодействия при нажатии на кнопку «Создать» мы, или в частности менеджер, может запланировать встречу, взаимодействие, телефонный звонок, создать SMS-сообщение, если у нас подключен какой-то сервис для отправки сообщений, и направить электронное письмо какому-то клиенту, если у нас подключен сервис использования почты из непосредственной ERP. Перейдем в ранее созданное взаимодействие. Обратим внимание на то, что в рамках взаимодействия мы видим то, что это телефонный звонок. В взаимодействии менеджер заполняет, выбирает абонента, контакта непосредственно из карточки контрагента. В случае, если это какой-то новый клиент, контакт, как и наш контрагент-клиент, непосредственно создается. В описании он может оставить себе какой-то текстовый комментарий для последующей обработки соответствующего взаимодействия. И при необходимости, если менеджер не может ответить на запрос клиента сразу, он может установить дату рассмотрения после какого-то периода для того, чтобы уточнить интересующую его информацию, которой он, возможно, не располагает, и впоследствии создать очередное взаимодействие с клиентом, связаться с ним и ответить на возникшие вопросы у клиента. После того, как обращение будет рассмотрено, менеджер расставляет соответствующий флаг в поле «Рассмотрено» и завершает это взаимодействие. На основании взаимодействия, в зависимости от того, что хотел от нас клиент, менеджер создает претензию, сделку с клиентом – это отдельные документы, либо же, если переговорный процесс у нас продолжается, он создает очередную встречу, очередное запланированное взаимодействие, направляет при необходимости исходящее электронное письмо, смс-сообщение или совершает телефонный звонок. Хочу обратить внимание, что независимо от того, какую систему вы используете, стандартный функционал CRM в ERP, 1S CRM, либо модуль, вы можете подключить IP-телефонию для фиксации как входящих, так и исходящих звонков с нашим клиентом. Соответственно, после того, когда представим ситуацию, что переговорный процесс с нашим клиентом завершился, и наш менеджер переходит к формированию документа на основании нашего взаимодействия сделки с клиентом и заполняет уже непосредственно то, что ту информацию, которую он предполагает на текущий момент. То есть он выбирает, наименование перетекает непосредственно из взаимодействия. Потенциал – это та сумма, которую, как предполагает наш менеджер, на эту сумму будет оказана услуга или продан товар нашему клиенту, и менеджер указывает параллельно вероятность завершения этой сделки. Здесь же заполняется первичный интерес по какому каналу и через какой источник сформирована эта сделка с клиентом и текущее состояние нашей сделки с клиентом. В случае, если по итогу наша сделка сорвется, в сделке будет причина проигрыша, заполненная из взаимодействия, где мы указываем отказ клиента от сделки. На основании сделки с клиентом мы можем уже как раз-таки создать определенный перечень документов, в том числе заказ клиента, когда уже с клиентом мы устаканили все интересующие его вопросы, и мы понимаем, что мы вышли, собственно, на договор с типовой уже в дальнейшем обработкой заказа клиента в рамках системы. В случае, если мы перейдем непосредственно в клиента, мы можем увидеть все взаимодействия, которые с ним происходили. Если мы покажу на примере, если мы здесь создадим какое-нибудь тестовое взаимодействие, то мы можем получить тестовое взаимодействие. И опишем, например, клиенту требуется покупка кондиционера. При записи соответствующего взаимодействия и в целом любых других взаимодействий, которые будут создаваться с клиентом с главного экрана, либо же непосредственно из карточки клиента, если это уже старый наш клиент, здесь у нас будет появляться история взаимодействия с клиентом. То есть какой-то такой удобной формы непосредственно по взаимодействию со всеми клиентами в ERP нет. Необходимо проваливаться в карточку конкретного клиента, чтобы увидеть, что с ним происходило. Дальше. Основным функционалом отслеживания того, какие взаимодействия запланированы непосредственно с различными клиентами, является использование календаря событий на вкладке «Главное». Первично необходимо настроить те виды событий, которые нас интересуют, и сформировать этот отчет. Непосредственно в календаре событий мы увидим, что необходимо сделать как менеджерам, так и другим сотрудникам нашей компании. Предмет – это, по сути, документ, который сейчас находится в обработке, и, собственно, партнера с ответственным по этому партнеру, в рамках которого что-то происходит. Непосредственно из календаря событий мы можем провалиться в интересующий нас документ и увидеть, собственно, более подробную информацию в рамках события. Основным функционалом непосредственно блока CRM и маркетинг по умолчанию является заведение цен и скидок для как наших клиентов, так и цен непосредственно с нашими поставщиками. Дополнительно мы можем отслеживать цены наших конкурентов, в случае, если мы заведем, загрузим из внешнего файла соответствующие цены, и на основании цен наших конкурентов мы можем корректировать цены, по которым мы оказываем услуги или производим товары для того, чтобы быть в рынке. Остальной функционал, думаю, вам знаком, он является типовым, и перейдем сейчас с вами к следующему слайду. Для того, чтобы понять, собственно, в чем отличие CRM в ERP от 1S CRM, откроем другую базу, непосредственно конфигурация 1S CRM. Сразу же видим отличие, что нас встречает совершенно другой ARM, фактически уже с воронкой продаж, который можно гибко настраивать на лету. Когда у нас происходит какое-то взаимодействие с клиентом, мы создаем лид. Лидом точно так же, как и в типовом функционале 1S ERP у нас является обращение или взаимодействие с клиентом, которое перерастает в интерес. И непосредственно в карточке взаимодействия с клиентом мы заполняем информацию о поступившем запросе. В случае, если мы понимаем, что наша воронка нуждается в каких-то дополнениях, изменениях, в отличие от ERP мы можем гибко настроить ее непосредственно на главном экране, если у нас настроена роль настройка главной страницы непосредственно у того пользователя, который осуществляет настройку. В зависимости от наших потребностей мы можем как скорректировать саму воронку, добавить, изменить те этапы наших продаж, которые нам требуются, и добавить триггеры на какие-то события для того, чтобы при обработке нашего обращения оно переходило либо автоматически, либо создавало какие-то подзадачи автоматически как для других сотрудников, так и для нашего менеджера на будущем. Непосредственно из базы 1С CRM на главной странице мы можем, обладая этими правами, мы можем запретить возможность открывать какую-то другую страницу, кроме страницы. Главное, чтобы менеджер, по сути, работал у нас с вкладками на основной странице, которых должно быть достаточно для работы нашего продажника. Если мы перейдем в интересы, мы увидим все интересы клиентов, которые у нас заведены либо с главной страницы, либо непосредственно с текущей страницы интереса клиентов. По сути, интерес является у нас ключевой сущностью в 1С CRM. Сейчас подгрузится немножко. Непосредственно в рамках интереса, в отличие от 1С ERP, мы можем видеть, на каком этапе находится у нас сейчас клиент и ввести непосредственно из карточки документы интерес нашего клиента по воронке продаж, так и все взаимодействия, которые совершались с клиентом в соответствующем блоке. Непосредственно из этого же блока, при необходимости, мы можем сразу заводить какие-то новые взаимодействия, не перещелкиваясь между какими-то другими вкладками, осуществляя работу исключительно из интереса. Помимо этого, при необходимости из карточки интереса мы можем сразу же создать задачу как себе же на будущее, например, так и какому-то другому нашему сотруднику, для того, чтобы он был оповещен, что, например, потребуется закупка или отгрузка такого-то товара в такой-то срок, чтобы это не стало неожиданностью для наших закупщиков или кладовщиков о возникшей потребности и о договоре с клиентом, который нужно осуществить. Отсюда же можно будет создать письмо, прикрепить какие-то файлы при необходимости и особенный функционал это возможность использования чата. Чат это, по сути, у нас интеграция с различными мессенджерами, такими как WhatsApp, Viber, Telegram, либо же работа непосредственно с чатом с сайта. Это настраивается методом интеграции и впоследствии мы можем опять-таки из единого окна общаться с нашим клиентом по интересующим его вопросам, не переходя между различными менеджерами для того, чтобы общаться с ними. опять немного подвисла система. при переходе по этапам предыдущий этап считается завершенным и в зависимости от того этапа, на котором мы находимся, мы можем создавать различные документы в рамках текущего этапа для его обработки. Так, например, находясь на этапе счет, мы сразу же можем либо сформировать коммерческое предложение, либо уже отправить счет на оплату нашему клиенту для получения от него денежных средств и непосредственно старта работ или создания последующего поручения на отгрузку каких-либо товаров. непосредственно в блоке отчетов у нас есть большое количество отчетов, большинство из которых отсутствуют у нас в системе 1S ERP, либо представлено не в таком варианте, в каком они представлены здесь. Так, если мы из блока отчетов пройдем в контроле руководителя, мы увидим непосредственно все обработанные либо не обработанные интересы клиентов в разрезе менеджеров и закрепленных за ним клиентов. В случае, если у нас активность подсвечена красным, значит, сроки обработки у нас просрочены и нужно взаимодействовать либо с менеджером для того, чтобы он ускорился, либо выявить проблему в текущей воронке продаж, оперативно ее скорректировать и непосредственно улучшить наши продажи. Отсюда же мы можем проанализировать обращения, отклонения обращений, увидеть воронку продаж. Кстати говоря, воронка продаж в таком же формате у нас будет и в 1S ERP. В воронке продаж мы увидим, на каком из этапов находятся у нас какие обращения, в каком количестве. в контроле руководителя по интересам на завершающих стадиях мы увидим уже те интересы, которые у нас находятся на завершающей стадии обработки, когда нам нужно отгрузить непосредственно товар, оказать услугу либо выставить счет для оперативного реагирования и получения денежных средств от клиента. Продолжение следует... в плановых затратах проектов мы можем увидеть наши фактические затраты, понесенные на те или иные каналы привлечения наших клиентов, а также какие-то дополнительные затраты, понесенные на привлечения, не являющиеся прямыми. из основных отчетов, если мы являемся руководителем. Все отчеты помечены текстом контроля руководителя, это интересы клиентов, касания на одного клиента, закрепленные за менеджерами клиенты, закрепленные за менеджерами клиенты и их интересы по взаимодействиям и по интересам на завершающих стадиях, которые мы с вами посмотрели. В органайзере мы можем увидеть текущие дела непосредственно либо конкретного пользователя, либо, если мы являемся руководителем, мы можем увидеть дела наших менеджеров при задании соответствующих настроек. 拜拜, … м од ночь, ночь. Продолжение следует... В визуальном формате то, что недоступно у нас в 1S ERP, отсюда же провалиться в какие-то уточнения, например, в те же самые обращения, посмотреть, какие обращения с какой скоростью у нас были обработаны, либо непосредственно посмотреть, какие счета кем когда выставлялись, проанализировать информацию, какая у нас конверсия, какие у нас интересы закрыты неудачно и по каким причинам, основываясь как на комментариях менеджеров, так и непосредственно по статистике обработки этих интересов. В пути клиента мы увидим средний чек, на который клиенты у нас заказывали услуги или же приобретали товары. На основании пути клиента мы поймем, как нам нужно скорректировать нашу воронку продаж для того, чтобы увеличить нашу конверсию и, возможно, повысить лидогенерацию. Лидогенерацию в случае, если мы решим для себя то, что на текущий момент лидогенерация нас не устраивает и, возможно, необходимо использовать какие-то дополнительные каналы продаж, либо же использовать какие-то мероприятия для того, чтобы привлечь большее количество клиентов в нашу организацию. В моих делах мы увидим актуальные дела как по конкретному пользователю, так и по пользователям при необходимости, если смотрит руководитель. И, по сути, как я говорил ранее, так как пользователям нашим, непосредственно менеджерам, можно отключить использование общего функционала для того, чтобы пользователь что-то не сбил или шел просто по воронке продаж непосредственно с главной страницы. Весь интересующий функционал нашему пользователю-продажнику будет доступен с главной страницы моих продаж. В блоке счета мы увидим актуальную ситуацию по счетам, какие выставлены, какие уже оплачены, какие требуют какого-то взаимодействия непосредственно с нашим клиентом для того, чтобы счет был оплачен, и мы оказали услугу или продали товар на вкладке «Клиенты». Менеджер увидит либо всех клиентов, либо непосредственно своих клиентов в зависимости от того, какие настройки заданы в соответствии с нашей ролевой моделью. Если мы выберем какого-то клиента, мы увидим интересы, которые обрабатывались в рамках этого клиента, увидим обращения, контакты этого клиента, и в случае, если клиент у нас повторный, и он по ошибке попал к какому-то менеджеру, и в связи с этим менеджер, возможно, не увидел этого клиента и создал дубль, увидеть несоответствие и эти дубли для того, чтобы их схлопнуть, и тем самым оптимизировать нашу базу и наше взаимодействие с клиентами. В календаре, если мы перейдем в календарь, мы увидим менеджер непосредственно, все взаимодействия, все встречи, которые он запланировал с главной страницы для оперативного ориентирования по календарю и для создания каких-то быстрых заметок при необходимости, чтобы не забыть что-то обработать, что-то добавить или кому-то позвонить при необходимости. При переходе на вкладку почты мы увидим довольно стандартный функционал любого почтового клиента, откуда мы можем обрабатывать как письма в привычном формате обработки почты, так и отсюда же непосредственно из письма осуществлять какие-то звонки клиенту, так и создавать какие-то личные задачи, поручения или запускать произвольные процессы, если мы что-то либо настроим предварительно, либо настроим... На основании почты в сквозном варианте ведения нашего клиента мы можем посмотреть документы, которые связаны как с соответствующим клиентом, так и непосредственно с этим письмом, для того, чтобы понимать, как и с каким результатом оно было обработано. Ну, в данном случае с этим письмом нет каких-то связанных документов, оно никак не обрабатывалось. На вкладке «Поддержка» мы увидим очередной канбан-страницу, где, по сути, мы будем обрабатывать уже не новых клиентов каких-то, а старых, которым требуется поддержка в рамках текущего хода либо работы, либо поставки, например, товаров, для того, чтобы отработать их либо какую-то претензию, либо какой-то дополнительный запрос для оперативного реагирования. На сквозной аналитике мы увидим непосредственно статистику по нашим интересам и откуда эти интересы пришли. Будь то там какая-то акция в магазине или же почта, или же там рекомендация какого-то нашего контрагента, который был удовлетворен нашими услугами ранее. То, что не умещается непосредственно в строке на главной странице, это диалоги, о которых я ранее проговорил, для ведения переписок с клиентом в рамках различных мессенджеров, заведения и следования своим задачам, фиксация как собственного отсутствия, так и непосредственно возможность просмотреть, какие наши менеджеры будут отсутствовать в какой-то день, если ты являешься руководителем, функционал телефонии, который, так как эта демо-база будет здесь недоступен, и дополнительные приложения, которые можно встраивать непосредственно в нашу CRM-систему. Теперь непосредственно по поводу блока 1С-СРМ, который встраивается в управление торговлей, комплексную автоматизацию, либо ERP. Непосредственно блок сейчас у меня встроен в конфигурацию управления торговлей, но оперативный контур является единым для УТ-шки комплексной и ERP. Поэтому это вас не должно смущать. Также, как и в ERP, с подключенным модулем 1С-СРМ первично, что можно сделать, это повзаимодействовать как-то с нашим клиентом на начальной странице системы, точно так же создать какое-то взаимодействие. Единственное, этих взаимодействий становится больше, создать какую-то встречу, запланированное взаимодействие, ну и так далее, что мы с вами обсуждали. Если мы перейдем с вами в блок 1С-СРМ, являющийся модулем для вышеобозначенных конфигураций, у нас меняется по сути логика как взаимодействия с клиентом, так и количество функционала, которое нам доступно для введения воронки продаж. Первичным документом является, как и в случае с 1С-СРМ, обращение, которое является в данном случае более интуитивным и визуально, так скажем, красивым в сравнении с типовым функционалом 1С-ЕРП, где мы точно так же фиксируем заявителя и компанию, если это новый клиент, и отсюда же можем создать клиента, если это новый клиент. Здесь же фиксируется почта при необходимости телефон, если это обращение поступило у нас по телефонии, канал, через который клиент познакомился с нашим предложением и пришел именно к нам. И тип услуги. Типы услуги можно создать в зависимости от сферы бизнеса любые. На основании обращения мы можем создать интерес, который, как и в 1С-СРМ, является основной сущностью для ведения деятельности в ведении работы с клиентом. Давайте заведем какого-нибудь тестового клиента. Продолжение следует... 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 Коллеги, если нет вопросов, тогда еще раз спасибо за внимание и до следующих встреч.